Здравствуйте, меня зовут Игорь Яшин, я руководитель технической поддержки EFT Group и сегодня я вам хочу рассказать про наши две новинки. У нас вышла новая комплектация контроллера EFT H5 Pro и вышло новое программное обеспечение FieldCirway 5.4. Давайте обо всем по порядку. Итак, что касается контроллера, в нем добавлен дальномер, он до 40 метров, его точность от 0 до 20 метров 10 миллиметров, от 20 до 40 35 миллиметров. Также в контроллере изменено железо. 4 гигабайта ОЗУ и 64 гигабайта теперь внутренней памяти. Собственно, по железу другому, процессору, дисплее, все то же самое, как и в обычном контроллере H5. Итак, мы плавно переходим ко второму нашему обновлению. EFT FieldCirway 5.4 так раз-таки поддерживает встроенный дальномер контроллера H5 Pro. Заходим в дальномеры. Мы видим сейчас дальномер такой-то, он у нас включен. Выходим, заходим в съемку, заходим в программу «Домеры», выбираем две точки и два расстояния. Кстати, точка будет рассчитываться относительно первой точки. Запомните это, направление очень важно. Снимаю первую точку, беру расстояние, навожусь на предмет, который я хочу снять. Включаю лазер. Вы видите, сейчас загорелась зеленая галочка. Порядка проходит 10 секунд, берется отсчет. Теперь я должен взять вторую точку, иду по направлению, беру вторую точку. И беру второе измерение расстояния. Включаю опять «Измерить расстояние». Загорается зеленая галка. У меня загорается лазер. Я навожусь на точку, которая мне интересна. Появилось расстояние. Теперь я могу нажать кнопку «Расчет». Нажимаю «Расчет». Координаты точки рассчитались. Нажимаем «Сохранить». И точка PT1 у нас сохранена. Следующее обновление EFT Field Survey 5.4 коснулось фотограмметрической съемки. Теперь нам доступно в настройках тип решения «Автономное». Что это значит? Если у вас по какой-то причине пропал интернет, вы всегда свой объект можете доснять без фиксированного решения. А программа Agisoft все равно выровняет снимки. Мы заходим в пункт «Данные». И здесь мы видим как раз-таки тип решения для снимков. По умолчанию у нас всегда стояло фиксированное решение. Сейчас мы можем выставить любое решение. Но в данном случае я поставлю «Автономное». Захожу в фотограмметрическую съемку. И выбираю съемку для облаков точек. Задание 1. Теперь я нажимаю кнопку «Плей». Смотрите. Айму у меня сейчас выключилось, потому что я долго стоял. Айму обязательно, несмотря на то, что у вас необязательно фиксированное решение, но айму всегда инициализация должна быть. Что я здесь делаю? Сейчас пошатаю приемник. Айму загорелось, что работает. И теперь я могу нажать «Запись» и пойти на объект. Вот вы слышите, снимки пошли. И, собственно, в режиме «Автономном» я снимаю объект, который меня интересует. Следующее обновление коснулось выноса точек для приемника EFT-M5. На приемнике EFT-M5 должно стоять программное обеспечение версия 3.05. Это обязательно. И, конечно же, Field Survey 5.4. Что нового? Включается большая камера обзорная. И теперь добавился курсор с указанием точки, где она находится. Это очень удобно, когда, например, у вас солнечный день и сильно засвечивается дисплей. Мы заходим в вынос точек. Включаем AR-вынос. И сейчас мы видим на экране контроллера огромный курсор, стрелка, которая показывает, где точка. Это очень удобно. По просьбе наших клиентов в меню выноса вернули ориентировку. Ориентировку на базу, на солнце или относительно азимута. Относительно азимута, например, просили геофизики. Они знают азимут своего профиля. Им удобно ориентировать карту относительно азимута. Заходим в настройки. Вынос. Порядок выноса. На солнце, на базу, на пользователя. Если ставим на пользователя, так как можно задать азимут профиля по точкам. В разбивку кат вернули штриховку. Наши пользователи просили, так как это улучшает отображение объекта. Давайте продемонстрирую, как это работает. Захожу в разбивку кат. Так раз таки у меня сейчас контроллер предлагает загрузить TXF с штриховкой. Приближаем на объект. И мы видим, как это работает сейчас. То есть штриховка вернулась в нашу жизнь. Причем хочу отметить, что контроллер очень шустро работает. В съемке появилась возможность загрузки ортофотопланов. Как это делается? Заходим в настройки. Ставим онлайн карта пользовательская. Заходим в пользовательские настройки. Здесь у нас заранее уже подготовлено. Заходим в настройки TIF. Сейчас покажу, какие файлы загружены в наш контроллер. У нас загружены несколько файлов. Мы выбираем тот, который занимает 11 мегабайт. Нажимаем на него. Окей. Он подгрузился. Окей. Обязательно должна Google подложка быть под него. Как она тоже делается сейчас продемонстрирую. Выбрать. Google карта. Она сейчас выбрана. Ну вот, собственно, вы видите, какие настройки должны быть. Нажимаю ОК. Выход. Выход. Захожу в съемку. И сейчас мы видим ортофотоплан, загруженный поверх Google карты. То есть, если вы будете находиться на объекте, вы увидите сразу же ортик свой с точной привязкой. И где вы находитесь непосредственно на нем. И последнее обновление. У нас появилась новая программа. Разбивка свай. Главная фишка данного программного обеспечения. Она умеет создавать автоматические сваи из подобных точек. Сейчас я продемонстрирую, как это работает. У нас так раз-таки загруженное свайное поле. И оно чисто в DXF. Мы выбираем иконку создать из подобных объектов. Выбираю объект. Он сейчас у нас выбрался. Закрываю. Выскакивает предупреждение. Мы нажимаем ОК. Да, хотим. И ждем, пока создадутся точки. Все. Точки создались. Вы видите их координаты. И теперь мы можем проверить это. Заходим в точки. Разбивка. Видите, автоматически создались точки. И для упрощения я, например, могу просто зайти в стандартный вынос. Выключить кат, который мне уже не нужен. И начать по порядку выносить точки. По-моему, это очень удобно. У EFT Field Survey 5.4 есть еще одна фишка. О которой я расскажу в следующем видео. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И до новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok